Испанат, 30-е годы, холодильник. Не спрашивайте, как он работал. В принципе, его работы я вам сейчас не смогу сказать, но явно он открывается, закрывается. А что самое интересное, он еще оказался подарком, потому что на нем сохранилась дарственная надпись, которая гласит о том, что он был подарен чекисту по фамилии Морозов. Вот, поэтому это еще и вещь как-то у меня. Здесь, на нашей выставке, мы видим те предметы, которые создавались или для общественных интерьеров, или уже для советской элиты. Это то, что, собственно, и представляет собой объекты дизайна, объекты искусства советского времени, которые, я вам должна сказать, до сих пор не было представлены. А здесь это вещи сделаны специально на заказ для него. Здесь написано, что это Ренский театр оперы-балета имени Кирова СССР. Вещи абсолютно в вампирном стиле, духе. Тем не менее, они, конечно, несут советскую символику, что говорит о том, что, конечно же, это неоампир. Самое интересное, что это кресло, оно еще несет в себе двойную функцию. Это кресло-трансформер, которое превращается, превращается в брюки, в эрегантные шорты, в такую вот лестницу для библиотеки. Мы показываем не просто быт вот такого рядового человека, да? Мы показываем то, что делали художники для совершенно другой среды. Ведь в это время в Советском Союзе в первые десятилетия обращали внимание не столько на повседневный быт людей, вот на быт такой домашний, сколько на общественный. Вот общественный интерьер, да, это та среда, в которой человек себя чувствовал героем времени. Субтитры создавал DimaTorzok